Во всех более-менее серьезных проектах в интернете применяется технология кэширования. Зачем оно вообще нужно? Во-первых, страницы вашего сайта должны отдаваться быстро, максимально быстро, насколько это возможно, а быстрее всего показать именно кэш. Во-вторых, если данные все равно обновляются не на каждом открытии страницы, а периодически, период может быть как маленьким, так и большим, даже если это всего лишь часть страницы, то разумно закэшировать эти данные и обновлять при необходимости. Таким образом вы сократите нагрузку на сервер на базу данных. В системе уже есть кэширование. Кэширование многоуровнево применяется. Если вы используете штатные компоненты, то ваша главная задача все настроить и оно будет работать из коробки. Если же вы пишите свой код, то весь функционал системы кэширования через API вам будет доступен и вы сможете реализовать так, посчитайте нужным механизм кэширования. Настроим на нами созданном сайте кэширование. Первым делом проверяем, включено ли у нас кэширование. Идем в настройки кэширования. Проверяем включено ли кэширование компонентов и управляемый кэш. Если не включено, то включаем. Компонент формы поиска не имеет настройка кэширования. Следовательно, в кэширование не нуждается. Меню. Не кэшируется. Включаем авто. Слайдер. Настройка по умолчанию нас устраивает. Стоит авто плюс управляемый. Список новостей. Тоже все ок. Каталог товаров. Ок. Новости компании. Тоже все хорошо. Форма обратной связи. Не нуждается в кэшировании. Все, кэш настроили. Посмотрим, что это нам дает. Страница со сброшенным кэшем отдается за 0,195 тысяч на секунду и происходит аж целых 62 запроса. Обновляем уже без сброса кэша. Время генерации стало меньше. Всего 441 тысяч на секунду и всего 9 запросов. Но на самом деле только часть компонентов была ода на из кэша. Пару раз обновляем и получаем всего 37 тысяч секунды на генерацию страницы и ноль запросов базе данных. Ноль! Последующие запросы приводят к такому же результату.